Всем привет! Недавно был обзор на защищенный смартфон от Hotway, а сегодня пришел черед защищенного планшета от Hotway. Это Hotway R8. Модель представляет бюджетный ценовой сегмент и обладает усиленным корпусом с защищенным от пыли и воды по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD810H. Защищенный планшет это отличный вариант для использования при строительных ремонтных работах, а также в мастерских и на производстве. Он с легкостью переносит погружение в воду, кратковременные воздействия низких или высоких температур, а также может пережить падение с небольших высот без повреждений корпуса. Hotway R8 имеет 10-дюймовый экран с разрешением HD 1280 на 800 точек. На дисплее производитель откровенно экономил, но оно и понятно, планшет предназначен в первую очередь для работы. Это не тот вариант, в который вы будете залипать по вечерам на диване. Частота обновлений 60 Гц, тач на 10 касаний, углы обзора хорошие. А вот пиковая яркость низкая, производителем она заявлена в 450 нит. Видео и кино смотреть можно, конечно, картинка очень даже ничего, при хорошем качестве. А с такими динамиками, как здесь, тихим ролик вам не покажется никогда. В R8 по краям установлены два динамика с громким звучанием, но качеством стандартным. За производительность отвечает чипсет Unisoc T606. Он стандартен для современных недорогих устройств. Это восьмиядерный процессор с двумя производительными ядрами Cortex-A75 с частотой 1,6 ГГц и шестью энергоэффективными ядрами Cortex-A55 с частотой 1,6 ГГц. В целом процессор с играми справляется. Микролаги в требовательных играх бывают иногда, например в Call of Duty или в PUBG, но играть вполне можно. А с программами я уверен, что процессор точно справится. Оперативной памяти здесь 4 ГБ, которые можно программно расширить, добавив еще 8 ГБ файлом подкачки. Из внутренней памяти здесь 128 ГБ, которые также можно расширить флешкой. Аккумулятор здесь на 10800 мАч. Зарядку быстрой назвать нельзя. Штатный блок питания на 10 Вт. От 0 до 100 планшет зарядится примерно за 4-6 часов, так что на зарядку лучше класть на ночь. Но с таким энергоэффективным процессором планшет быстро разряжаться не должен. По части камер особо рассказывать нечего. 5 Мп спереди и 16 Мп сзади. Для созвонов и мессенджеров подойдет. И примитивные фотки сделать тоже прокатит. Правда я не уверен, что кто-то будет делать фото на планшете. Из-за размеров это не очень удобно. Хотя если нужно, то сделать фотку можно. Что удобно, так это то, что в планшет можно вставить сим-карту и свободно пользоваться интернетом по рабочим делам. Или например дать планшет ребенку. Это может быть очень кстати, так как планшет с защитой и прорезиненными углами не так уж просто и разбить. В планшете установлен голый андроид 14 версии. Работает шустро и имеет стандартные приложения и настройки. В планшет можно установить одну сим-карту и флешку. С устройства можно звонить и выходить в интернет, используя 4G сети. Естественно, есть поддержка беспроводных подключений типа Bluetooth и Wi-Fi. Он тут двух диапазон. Есть поддержка GPS, GLONASS, Beidou и Galileo для спутниковой навигации. Такой планшет точно подойдет для использования в автосервисах, для работы с диагностическим оборудованием, на стройках, на заводах и в каких-то еще местах, где пыльно-грязно, а также имеется фактор человеческого раздолбайства, когда работник может наступить или сесть сверху. Как вы понимаете, данный планшет больше не для домашнего использования, а для каких-то фабрик, предприятий, автосервисов, заводов. То есть для тех мест, где гаджету не должна быть страшна пыль, грязь, не знаю, даже может быть болото какое-то. Потому что там обычные планшеты не используются. А покупать туда дорогие устройства не имеет смысла. Потому и выпускают вот такие защищенные планшеты. Нормальные, отличные устройства для узких специальностей, узких потреб, скажем так. Если же вы хотите и вам нужно другое устройство, незащищенные, планшет. У меня был обзор на вот этот классный планшет, я уже не помню, как его название, тоже от фирмы Hotway. Оставлю ссылку в описании, если вам нужен планшет для дома, переходите и посмотрите. Я уже пользуюсь больше полугода, все довольны. Пишите, пригодился ли бы вам вот такой защищенник, опять же по вашей профессии. И ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и пишите вообще, как вам вот такие вот дешевые универсальные защищенные устройства. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok